Начинаем потихонечку. Е-е-е-й! Всем добрый вечер! Я решил сегодня взять паузу от бесконечных попыток спасти Землю. Все никак не получается. Нужно собраться, вспомнить, сделать выводы и так далее. И тут я вспомнил, что... Ну и сегодня пришел, соответственно, позднее, чем обычно. Ну, в 9 часов освободился. Поэтому решил, что последние вот эти вот 2-3 часика, которые остались сегодня. Можно замечательно провести на миссии, на последней миссии 4-й кампании героев. Вот. Крис Хунта, привет! Траль Вали, Толи До, Саран Допор, No One Live Forever. Эликс говорит, что значит бесконечных ничего не было. Ничего не было, только готовится первый трайт. Как ваши нервишки? Все отлично. Это рутина, чем мандеры. Давайте за... О-о-о-о-о-о-о-о! Сколько времени прошло! О-о-о-о! А я забыл вообще все! О-о-о-о-о! Нас ждет природа, мать! Это... Это наша возлюбленная, да? Так, короче. Давайте-ка информацию о сценарии Весь Аранорн охватила гражданская война Да, привет, Беля, Клафа, Алексой Или Ол Я видел, что я зарегался до стрима И армия Лорда Гарка одерживает одну победу с другой Нам нужно Лорда Гарка уничтожить Я только что бургер съел просто, извините Я торопился У Аранорна остался лишь один шанс разбить своего врага Поэтому совет старейших провозгласил Элвина А мы играем за Элвина Новым эльфийским королем И попросил встать во главе их последних сил Ныне, когда и отец Шейра на стороне Элвина Ему предстоит победить самого блестящего Из всех эльфийских военачальников Чтобы вернуться в объятия любимой женщины Ооо Так, любимая женщина есть С объятиями прилагающимися Я тут заходил, вроде как брал Ааа, подождите, меня же еще посылали куда-то А, вот здесь я взял перчатки, да, наверное Так, Грамин это генерал Он выглядит, конечно, как щегол Ну ладно А вот наш Элвин 29 уровень Сапоги Сокол Перчатки Класс Так, а куда мне идти вообще, что делать? Я уже забыл, как в героев играть Будем замок захватывать? Да, пойдем захватывать замок Да Здесь только Элвин может Ай, блин, второй раз На разбойников напарываюсь Привет, Номинор Пару месяцев назад Элвин был держателем ветра Видать все Да Еще один беляк Дарксайд Ив И Гроулер говорит Миша, неужели пара неудач смогла остановить? Да нет, просто сегодня мало времени Я решил, что вместо того, чтобы начинать новый трай Я лучше Чихну сейчас Я лучше Хвост свой, это самое, почищу Хвост в виде героя Вот, но признаться, мне, конечно, прошлый трай тоже немножко озадачил Так, здесь волки О-о-о И группа драконов Которые охраняют заклинания Сила дракона У меня есть сила дракона Погнали Так, а справа у нас Какой-то был серьезный Какая-то серьезная преграда была Ладно, давай сначала волков Позорных Попробуем убить А что я умею вообще? Я могу вызывать волшебных драконов Я могу У-у-у Я могу вызывать А, элементарии же Воды Вот они, е-мое Так, усталость Так, это все, что я могу сделать? У-у-у Серьезно Вообще халява Представляете? Просто Какой разрыв Вы посмотрите Какой просто разрывище Я уже забыл, какая имба лютая Эти герои Прокачаны Спасибо большое Каширский кот, привет Сейчас я сделаю чатик покрупнее Значительно, чтобы Видеть вас сразу Ух, отлично Я думал Мишкин уже завершил Компанию за эльф А ты что, не смотрел, что ли? Единственное Почему ты так мог подумать? Это значит Ты вообще не следил За элвином И его брундуками Так, переманили псов Не буду тратить ману Ой, я же стреляю Как царь У-у-у У меня же двойной выстрел Плюс вероятность У-у-у Подождите Он же псих Вообще ненормальный Да, у него арбалет У него арбалет С замедлением Здрасте Так, хорошо А зачем я сюда шел? Я же не хотел туда А, я хотел в шахту Вот зачем Так, и че? И че дальше? Давай сюда Дома отстраиваемся Потихонечку Практика показалась, что Это, скорее всего, даже не нужно Волшебный не хватает ресурсов Злодяйка говорит Добрый вечер, ваша бобреща Могли мне с Кромом Предложить топовую игру? Нет Ну, предложить можешь Играть в ближайшее время не буду Until we die Вау Да просто тут как бы Еще пятая штек Компания героев Еще XCOM немного там На, ну, пару вечеров, я думаю Оглушающая стрела еще Что? Они стакаются, понимаете? Я сейчас беру вот эту вот Оглушающую стрелу И все, он теперь и замедлять будет И может вообще нейтрализовывать Короче, этот И вот она, музыка пошла Штурмую замок вообще закрытыми глазами Кто там, что там Со мной давай дуэль Просто стан, стан Здравствуйте Три, четыре Кто? Ну, я подойду Я не гордый вообще На-ка А это плохо, конечно Был неправ Был неправ Что-то много элементалей было Давайте не будем акцентировать на этом внимание Ну, проиграл и проиграл Никто не заметил потери бойца Ну, элементалей Ну, недооценил, но бывает Так-то их по ним стрелять не могу К сожалению Сейчас мы их спровоцируем чем-нибудь Например, водяными Усталость Давай Еще последний раз Честное слово Больше не буду Не понял Ладно И они сильные Во-вторых, они плотные Во-вторых, они Очень нехорошо Огненных Чувствую, смогу Вообще, чушь сделал полную Почему я не могу их атаковать? Алло Что за дела? Могу я как-то, не знаю Там, пробафаться Подлечиться, может быть Лечение у меня есть Какое-нибудь? Нет? Нет? Что я могу с ним сделать? Он летает Пес Может, хоста у меня есть Скорость, давай Побежал Это не туда ты побежал Не тем ты побежал Раз Подставь Вот Это вот Пробуй глушить просто, нет? Не получается И волк позорный Пошел вперед Фути, реальное лечение? Нет, перевязать рану есть у меня Но этого мало Ну, конечно Конечно, конечно Волк там все мечется Не знаю, что ему делать То выходит, то заходит Он Выбегает Потом понимает, что страшно слишком И все, и назад Нет, все Сейчас решился Прям 10 волков в атаку У-у-у-у Псы За это и поплатились Сенталис говорит Божечки Мяукер Гюра Я два года ждал этого предложения Что? Тут ведь даже караваны есть И эльфы в лесу Кстати, а есть шансы Следующей компании? Есть Они Диво как неплохие Диво как неплохие Выгодно отличаются от этих Честно Сразу чувствуется Человек Которому больше, чем 35 Диво как чудно Нахваливали последние две компании Обещать не буду И что у нас тут Ну такое Все заклинания у нас уже и так есть Эльфов брать Ну зачем? Ресурсы Ну кому они нужны? Ну я могу волков убить Чисто Чтобы Ну Чтобы захватить Спокойненько Там мне как раз Второму герою делать нечего Хотя Тут два хода сделать Фениксов убьем Четыре феникса Такие гордые птицы Похоже на воробья Которого просто Разрисовали в огонь И все Такой же щегол Ладно Давай посмотрим Что ты умеешь Я начну все равно С вводных элементарий Начну и закончу Кажется Блин Он жжет Не Лучше Лучше стрелять Потому что Лучше стрелять Реально Он нам встанет Постоянно Он что творит Видите? Просто. Без шансов. С вертушки убирают. Последний он. Хатори 007. Добрый вечер. Спасибо за переподписку. Повар. Отдельное приветствие повару. Самоцветы взяли. Арбор хороший. Я же без артефактов совсем. Так что, думаю, это отличный способ. Ну, отличный повод сюда заглянуть. А движемся к следующему. Я не знаю. Практика показала, что отстраивание в героях, оно почти никогда не нужно. Серьезно, оно, ну... У тебя на такой стадии герои такого высокого уровня, что... Они в Селеново ходят и разматывают всех. Ну, а кто это тут стоит? 35 кошмаров. И что это? И кто это вообще такой? Кто вот они такие, скажите? Я прикроюсь, конечно. Но они даже не смогут... У меня же еще и мун хороший. К этим... К заклинаниям. Поэтому... Вот эти вот... Не могут ничего сделать. Жалко, что у меня мастера ближнего... Ну, в смысле... Нет двойной атаки в мели. Так можно было вообще не штрафоваться. Пострелял, потом повоевал. Так, это соберем. Сможем ли мы драконов ушатать? Вот что мне... 17! 17 это очень много. Это без преувеличения много. Блин, ну... Всевидящий кристалл. Это что, сферу мне хавковскую? Радиус обзора на 2. Почти. Не дайте подумать. С таким количеством здоровья я, конечно, не возьму ничего. Ну, не справлюсь здесь. Давайте посмотрим, что по заданию. Едва вы подошли к этому одинокому зданию изнутри и послышался замогильный голос. Брось 5000 золотых монет мне в окошко. Нифига себе, там окошко какое. И ты получишь артефакт великой силы, да? Очень хорошо. Ты молодец. Что далее? О-о-о-о. Все-таки герои в строковом бою наделяются эффектом порезать крылья. А вот теперь драконов можно и попробовать убить. Офигеть. Как же здесь все продумано. Вот так вот. То есть мы получим... Хотя, не знаю, хватит мне, не хватит. Что там у нас? Погнали. Раз. Слоу. Порезать крылья. По три дракона убивает за выстрел. Давай-ка подставим человека, чтобы он... Ай. Как вот герой может 17 человек убить? Скажите мне. Разве это честно? Не долетел. Хорошо. Ну, что такое? Станчики пошли. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, стрелы, конечно, дикие. Уинкс говорит, зачем меня резать? Так надо. Так надо. И мы получаем, естественно, арморчик. Драконьи латы. На краю дороги сидел раненый воин. Все его тело было покрыто ожогами. Неожиданно он поднялся и протянул вам драконьи латы. Возьмите! Я сразил своего последнего дракона. С меня хватит. Пф, слабака. Так, драконьи латы. Устойчивость к огню. 25 уровень защиты в стрелковом ближнем бою. Офигенный армор. И смотрим, что за земли. Опа! Волкозерье. Кто? Что? Тут палаточка. Тут какой-то расстроенный замок. Ладно. Что дальше делаем? Ну что, захватываем следующий замок. Идем просто. Тут как бы особо думать не надо. Это тебе не третий герой. Тут ты идешь и улыбаешься. О, еще одна стрела. Стрела-убийца. В стрелковом бою артифак наделяет свойством заклинания убийца. Я буду убийцей. Не помню, что дает убийца, если честно. Может, убийца-чудовище. Типа, бонусный урон по существам там четвертого уровня. Ничего не отстраиваем. Нам это не нужно. Так, бога... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это плохо. Ну вот тут народу просто очень много. И все, как бы это. Да, я не убийца явно. Я не готов быть убийцей. Я думал, с дюжи, но нет. Еще одна проблема в том, что я не... А, нет, все правильно. Так, а как мне их убить? Два стака. Может, второго героя подключить? Чисто, чтобы он подрезал крылья или застанил. А что он умеет вообще? У него же там нет ратного... А, нет, ратное дело, стрелок. Причем четвертой ступени. На пару они могут это сделать. Давайте попробуем. Может, вообще предполагается, что мы тут... Вдвоем должны. Ну, я сначала попробую штампануть... Ух ты ж, ежик. А, нет, тут жестко. Пережить бы выстрел еще один. И дальше уже лечиться потихонечку. Уменьшая... Стэк стрелков, получается. Нормально, нормально. Маг у нас... Мощный, конечно. Эффекты идут безумные. Идем вперед. Привет, слышали, что траппера бафнули? Да, я слышал, что какая-то там девочка, стример, пришла. Покидала коробки, сказала, что ей мало урона. И мордор растаял. Я не знаю, как после нормальных, брутальных... Я говорил сто раз, блин. Что ты делаешь вообще? Он ничего. Девочка пришла, мордор сразу растаял. Надо же не рассказать. Потому что, ну, это ненормально просто поведение. Просто ненормально, понимаете? Так, что будем здесь делать? Что за кольцом? Усиливать заклинание всей армии герой будет тратить меньше магической энергии при направлении заклинания. Ну, не нужно. А лукарет говорит, ну, ему просто уже со всех утюгов говорили, что пора бафать. И вот, вот, свершилось. Ну, ну ладно, что там бафнули у нее? Он добавил уников, как обещал, или что? Урон вернул, какой был. Так, давайте я попробую все-таки поделиться стрелой. Смысл в том, чтобы два человека постреляли по разным целям. Ну, ясно. Ну, ладно, ты сначала так. Ты всталый. И ты. Ага, ты не очень опытный, да? Как выяснилось. Что делать? Что делать? Умирать. Ой, как бы не тот уровень, извините. Да, плохая была идея. Не, я думал, что там... А там, видимо, даже ратное дело, не ратное совсем. Что он умеет? Хотя сорокет. Ну, статов у него мало, поэтому он проваливается по урону. Ладно. Оставляем. Хотя стрелка, конечно, хорошая. А что за заклинание убийца, а? Кто подскажет? Кто где расскажет? Сотни волков нам здесь тоже, скорее всего, не под силу. Миха, а где XCOM? А где? А что с XCOM? Я его не анонсировал сегодня. Сейчас герои идут, потому что я написал, что сегодня будут герои. Не тем я побежал. Отвлек меня. Человек с глупым вопросом. YouTube помер. Да, ничего страшного. Не самая важная платформа. Локальная запись у меня делается, если что. Так, давайте. Не отвлекаемся. Волков берем нормальным героем. И надо убрать вот эту вот всю фигню, которая... Так. Я бы уже убил вообще всех волков, если бы не мелочевка. Потому что мелочевка заставила их разделиться на три отряда. Откуда этих всех привели? Присоединились? К нам повызывали, видимо. Так, что дальше? Можно взять и пойти... Ну, давай, куда глаза глядят. А-а-а... Нет, подожди. Не может такого быть. Ладно, ради экспы сделаем. А минимум, когда первого выстрела у болтов стал намереннейший, урона 10 раз для средних трап примерно. Минимум, когда первого выстрела у болтов... Ага. 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 Понял. Ой. Что я недооценил силу коней. Силу коней недооценил. Прошу прощения, был неправ. Да блин, серьезно? Мне сейчас еще переэто самое. Привет, алексалк. Алексалк. Сейчас уволим этих товарищей снова. Нам предстоит вот маршем пройти по миникарте. Вот мы видим миникарту, и ему надо пройти маршем по ней. Убивая все на своем пути. Ну, помните, волков, сколько я мучил в прошлый раз? За руки держались? Не, пока не было никакого текста. Наша возлюбленная ждет нас на острове. Там какая-то муть с этими, с... Помните, кораблями? Под каким флагом ты приплывешь? Блин, наверное, даже надо сначала вот этих убить. Не уверен. Нет, уже нет. Уже... Уже не прав я. Еще каменная. Еле выжил, блин. А, давай так. Где станы, алло? О, пошло-поехало. Справились. Так, глядишь, уровень получим. Так, здесь неприятные товарищи. Неприятные, потому что у меня здоровья нет. Понимаете? Тут надо по-любому лечиться. Хорошо. Справились. И мы, по сути, сейчас возвращаемся, ну, на основную дорогу. Здесь берем коней новых и идем на восток. Не хватает шахты ртутной. Я думал, может быть, все-таки мы где-нибудь ее там возьмем. Здесь попутно собираем... Захватываем шахты, собираем ресурсы. Артефакты собираем этим генералом. На что-то более он ничего не способен. То есть, можно его, конечно, сейчас было подкачать. Повысить там несколько уровней. Но... Зачем? Так, эльфы должны были присоединиться к нам. Иначе это грубая ошибка просто с их стороны. Бедные волки. И все, разруливает один герой просто, без шансов. Так, стоп, а почему я к коням-то не зашел? Еще одна дорога. Это же на... На постоянку. Что здесь? Статы. Навык. А это что такое? Артефакт дает всем армиям героям плюс три мораль. Ну, я бы зашел сюда, конечно. Вдруг пригодится. Ифриты нехорошие. Да. Неплохо. Еще бы у меня скорость была перемещения повыше. Именно в бою я имею ввиду. Кайте ли бы по-царски. Задержка есть? Задержка какая-то есть. Но я думаю, что несколько секунд. А зачем задержка здесь, интересно? Так, усилитель заклинаний. Берем золото. Я думаю, надо наменять потихонечку и... Может, фейку уволить? Она мне глаза мозолит тоже. Погнали. Кто там что строит? Подождите, там что-то валялось. Такое странное у феи. Вот это что такое? Отпокоятся останки древней битвы. Ждут, когда их подобрали. А-а-а! Это, видимо, у фейки был какой-то артефакт. И уволив фею, мы получили кучу хлама. Так, защита маги. Ну, у нас, кажется, еще сопротивляемость конская, да? Да, резистом на 100% случаев. Так что маги... Они, правда, нас рвануть могут, гады. Ну, правда, магов-то уже не осталось. Так что пусть травят кого-то другого. Бедные халфлинги в бой идут. Бедолаги, реально. Я нажимаю одну кнопку просто на мышке и все, и прохожу. Орел говорит, привет, героического тебе вечера. Когда соколик соскучился по чудо, так было же совсем недавно. Ты что, пропустил, что ли? Эх ты. Эх, 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 эх. Шкатулка с самоцветами. Чудики. 33 чудика. Но если они будут одни, ну, вот таким стагом, то они, скорее всего, даже не дойдут. А может, и дойдут. Где стан вообще? Где стан, Миш? Телепорт у нас есть? Давай-ка хейст. И беги. Беги просто. А дальше? Я надеялся на... А-а-а-а. Это снова ты. Сложнее. Волшебный дракон. Что делать? Блоч. Ой. 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 О-о-о-о. Ну, кто так строит вообще? Кто такие кусты? Это непреодолимый куст. Я не могу ничего сделать. Просто ничего не могу сделать. Телепорта нет. Телепорта нет. Эти моды, которые рекомендованы к лонгуру. Я через это проходил. Сноси все, поставь все. Конфиг удали. Сейчас мы там эти... Накидаем... Пески. Там же пески. Ого-го. Посмотрите. Хотя что-то... Наверное... Оп. 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 Куда ты пошел? А, скажи мне, куда ты пошел? Но, пасаран. Алло. Серьезно, ты хочешь пройти? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ресурсы надо по возможности передать. Мораль, ну а что, у нас с моралью все нормально. Ну, этот тупичок мы с вами окучили, получается. Ай, не надо было это делать. Так, ну здесь захватываем еще один город. Я не знаю, зачем мне города. Мы что-нибудь полезное можем, кроме... Вот, давай магистраты отстроим, по крайней мере. Где нету. Портал, кстати, хорошая тема. О, еще XTGL задарил. Привет, XTGL. Спасибо тебе за подарок. Так, у нас какой-то чувак на красной зебре бегает. И захватывает наши замки. Ну и возникает вопрос. Возникает вопрос, как так? Ну, я в любом случае с другого героя возвращаю. Ну, явно эти упыри будут мне мешать. Будут заходить, будут там туда-сюда. Нападать, отвоевывать. Бесконечный процесс. Бесконечный процесс. Ух ты. А тут много народу. Этот выходить собрался. У-у-у-у. А ну-ка мы сейчас тебе тут... Нальем. Маслица. Хорошо, что при этом у тебя еще ответка есть. Вообще класс. Ну что, выходим? Эй-эй-эй, а что так быстро-то? Не, вроде как он... Немножко подтормаживает. Чутко. Идет, идет, ребят, идет. Почти дошел. Почему арты сразу бесполезны? Я плохо помню компанию. Но учитывая, что... Бывает. Ой, нам дали ап. Ну, можно рукопашку взять в какой-то веке. Это единственное, что мне не хватает. Мы захватили город. Город, в котором ничего нет. Не особо и хотелось, если честно. Так, а что наверху? Я бы прошел, посмотрел... Что у нас здесь дальше? Мне сейчас больше беспокоит тот на красной зебре. Тут, точнее, красной на зебре. То есть, хватит ли ему сил пробиться? О, а тут 8 черных драконов. Все потому, что они черные. Но у нас есть сопротивляемость неплохая огню. Ну что, нападает? Не нападает. А, съел пес. Нормально, будем вторым степенным героем тогда за ним гоняться. Там Академия справа. Найс. Не то сделал. Неважным. Компания при прокачанном герое от себя не требует какого-то стратегического навыка. Это то, что неприятно отличает четвертый герой от, по крайней мере, первой, второй и третьей части. Ну, хотя первая была тоже не очень сбалансированная, признаемся честно. Опа, тут можно пройти. И опа, тут у нас ненужный артефакт. Но, не магический навык можно... Как же вас много. Не, я зайду сюда. Это явно тупик. Явно. Так, а вот гидру бы уже зыбучим им. Гидра очень плотная будет. Ах, какая хитрая гидра. Очень хитрая. А-а-а-а, перехитрили, кажется, мы ее. Да, ну как я отсюда сам буду уходить Мне решительно непонятно Ну, допустим, мы здесь-то еще нарисуем Допустим, мы как-то ифритов С горем пополам убьем Не с первого раза Хотя гидра дико погрязла Просто Вообще она там по клеточке идет И еще стан срабатывает Как же тяжело быть такими Макер, элементаль с земли застрял в песках Был бы он элементальным песка, все было бы мог Может быть Может быть Никогда не узнаем Элементаль песка Песчаные сандалии Ты что-то знал, как будто Так, а песчаные сандалии что вообще дают? Игнорируют, например, по песчаной местности Ха-ха-ха Так, навык Ну Эээ Защита Как будто даже пройти можно куда-то дальше Вранье Вра-ни-е Ну и это правильно на самом деле Двадцать седьмой уровень природы Мать наша Так может все-таки Сделаем волшебный лес Там поменяем ресурсов Немножечко Там Поменять-то кот наплакал Ресов Раз и все И ты уже можешь драконов пилить Ту-ду-ду Это не тот замок? Вот он Можешь, не можешь? Че не хватает? Четырнадцать Есть Есть А, серый еще Слушай А че с серый-то у нас? Серый у нас проблема С серой Дракон Тоже жрет, блин Два драгоценных камня Я, наверное, даже вот так поставлю Пусть копится Погодите Я должен сейчас понять Как я отбиваться буду здесь Потому что очевидно Это тупырь Один не справится Надо ему уже собирать Какую-то подкрепку Из феек и волков Не похожим Ту-ду-ду Я сейчас спокойно Может замок занять наверху, гад И еще один А, на этот пошел атаковать А что там? Ага Форневон Двадцать седьмого уровня Охренеть Я понял тебя, Форневон Он ты какой, да? Чернокнижник Опять на расизм Про это самое Провоцирует меня Сейчас Форневон Жахнет, я чувствую Сейчас, сейчас прилетит Ну, что я могу сделать? Я могу вызвать Лепрекона Ну, как-то так Ай Так Возникает вопрос Нужны ли мне эти замки вообще? Мороки с ними Убивать Я думаю, что не нужны вообще То есть совсем Попробуем челлендж Сейчас я сохранюсь Забью просто на замке Просто забью на замке И буду проходить Одним героем Назовем этот сейв Иа... Иази Гейм Один На всякий случай Потому что может быть не изи Все, и проходим Как бы Забиваем на строительство Передаем привет драконам Ну, потихонечку Сейчас отбиваться, блин, надо Я не знаю, как Духовная броня Вроде у меня защита нормальная От огня, но Что-то не раз самое Ладно, минус один дракон Минус второй Лепрекон и полиция расизма Ну, а к тому, что там Чернокнижник Я опять в сторону В эту сторону пошел Ну, и он очень неприятный Оказался В результате Поджигал все Захватывал чужие города Грабил Ладно Хрен с ним Посмотрим, куда Придет нас телепорт А-а-а Это снова Ты Дофига Выходов Входов Щит И львиного мужества И клинок какой-то Пылающий меч Артефакт усиливающий Атаку Защита героев Рукопашного На 3 единицы Огненной стихии 30 птиц Я готов Сразиться с 30 птицами Ради такого Я готов Все, забиваем На этот Блин Пылающий меч Вау они сами напали ладно останавливаем птиц а может и не остановим их так но он же не летает получается да то есть в теории в теории пески на тебя все еще действует ну получается тогда хитер путает следы петух ага ага пройти можно только здесь так что давай-ка соберись а что такое а что случилось не проходится да ой какая досада слушай вообще забаговал птицу после сокола я привык к тому что птицы по сообразительные конечно а попалась 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 у меня даже быть и закончились уже ног в лицо те изи просто сейчас мы еще меч найдем щит наденем и классное место смотрите взяли артефакты которые типа пылают фениксов разместили дома с погоре погоревшие все то есть эти птицы явно тут нашкодили добродушный старик пригласил вас разделить с ним его скромную трапезу вы не смогли отказаться от такого вежливого приглашения и подсели к костру отведать его похлебки будь бобр потуши огонь когда будешь уходить попросил он а попросил уже засыпающий старик но то что вы сочли огнем оказалось пылающим мечом обложенным поленьями вы обернулись к старику и увидели что он умер во сне и тут вы поняли что что именно хотел сказать старик или старик теперь этот меч ваш пылающий меч я взял уже меч артефакт и атаку зачем вот на 3 эта фигня в дополнение 30 единиц стихи плюс 3 урона за каждый уровень то есть у меня сейчас урон плюс 120 в рукопашке для сравнения базовый урон сейчас какой 60 90 а фи правильно геть сокола вместо щита сколько у а нет фигню дает это кармием же в процентах а так просто троечка ладно идем дальше так куда еще можно зайти вот здесь я не был что это такое куда меня так здесь могут быть да здрасте еще мне рукопашку прокачать до 5 уровня но для этого нужно пора получить 4 уровня думаю что не справлюсь с такой задачей куда-то на кого-то ну что ты вообще кто-то такой возможно надо было телепорт проверить до того как идти дальше что возможно там тупиковые были какие-то момент я даже вернусь ну серьезно это эти меня захватят неважно это все просто запи забей хочу посмотреть выход альтернативный вот сюда вот вот похоже на тупичок чудики охраняют проход через портал блин и опять вот эти вот элементарий которые пытаюсь остановить конечно о меч вы видели шух 160 почему-то урона 30 30 не должно 160 быть опа у ратное дело да второе ой тут еще одно ратное дело я правильно зашел и колпак получает 20 магической энергии каждый день еще по 4 восстанавливается уууу все короче ты в засаживайся сюда отдаем столицу нам не нужна столица еще ратное дело рукопашный бой 3 титаны демоны зеркало Зеркало. Герой наделяется возможность магическое зеркало. Это типа отражение заклинаний. Опять этот каменный дурачок рядом со мной, а? Ну ё-моё. Так, вызвал. Как же жарит, вы видите? Как он жарит. Просто дикий герой. Какие там единороги? Кого там отстраивать в 4-5 замках? Забейте. Мне бы просто добраться до главного и просто ушатать его. Так, шлем, сила, естественно, экипарик мы надеваем. Теперь у нас не будет вообще никакой проблемы с... И лук, я вижу. Так, а этот же гад ответит мне, да? Может дракончик вызвать? Забывчивость на него на... Наложить. Замешательство. Это оно? Нет, что оно отстреливается ещё. Убиваем титанов молниями. Можно блайн кинуть. Отличный стан. Ну, он пытается отстреливаться, но это просто, ну, детский сад. Какие титаны вообще? Какие чёрные драконы? Так, а лук? Я не помню, что за лук. 30 уронов... Точнее, 30 навыков в стрелковом бою. Но тогда я не буду замедление кастовать. Хотя у меня есть... Не, ну 30 навыков это очень много. 70, 98. Давайте ещё чудиков попробуем забрать. Урон заметно возрос. Но замедления мне не хватает. Так что, извините, я верну... Верну как было. Ну, видите, как без замедления хреново. Я сейчас от него даже не отгоражусь. Видите, что творит? Видите, что творит? Он же дойдёт сейчас до меня уже. Да хватит! Ну, блин, ты не прессуешь нормально. Давай издалека начнём. Окей, раз. Вот так вот. А, он уже бьёт. Дичь. Как достал. Он, находясь в песках, уже на меня атаковал. Не, надо вернуть. Надо вернуть арбалет. Замедление добавляет как раз тот самый нужный контроль. В обмен на еду, удручённый своим невезением Барт, поведал вам историю о прекрасной женщине, которую обманом заставили выйти замуж за злого колдуна. Он забрал себе всё её состояние и заточил жену в башне. В конце концов, женщина сделала себе зеркало и попыталась спастись. Когда колдун снова решил вернуть её в башню, зеркало отразило его заклинание и заперло его самого. А вот и это зеркало воздаяния, мой друг, сказал Барт, протягивая его вам. Зеркало у меня на шее теперь будет висеть. Окей, ладно. Так, тебя прячем. Можно здесь потихонечку выстроить. Чисто, чтобы тебя не убили. Отдаём главный замок. Пусть они расстраиваются. Расстраиваются. О, щит неплохой. Вроде как. И ещё клинок. Такой же. Чё-то они переборщили с... Я не вернул, кстати, этот... Артефакт. Я не вернул. Отличный прикол от разрабов рядом с луком на урон. Такая пачка чудиков, которые с радостностью поняли, что урон не самое главное. Скорее всего, да, это тоже такие моменты продуманные. А щит что? Защита армии героя? Ну, фигня это. А второй уменьш я не смогу вторую руку взять, интересно. Ай, подстава какая, а. Чё он меня не атакует? Что с птицей? Ребят, птица. А может, защита от огня даёт тебе просто иммунитет полностью от огненного урона? Ну, сначала прилетел, дыхнул. А потом решил... Не, атакует. Атакует просто неохотно очень. О, ледоколыч у нас тут. Ну, я возьму мечик пылающий. Опять костёр, опять этот товарищ. Ну, куда мне его? Мне же не поставить его во вторую руку вместо щита. Я бы поставил. Так, и здесь тупичок. Никуда, да? Ну, давайте вправо побежали. Да захватывайте меня полностью, захватывайте. Волка, только не трогайте. У меня же нет задачи. Багу это защита, но это... Он тебя на шее не работает, поэтому что? Так, замок отдали. Ничего страшного. Я так и хотел. Мне бы здесь отстроиться базово. Хотя мы тоже не обязательно можем свалить оттуда, за главным героем побежать. О, 22 ангела охраняют армор, 20 дней защиты в стрелковом ближнем, а также восстанавливают 20 дней здоровья, реген. Плюс, реген очень хороший. Реген от уровня скелец. Блин, я успел... Ну, короче, эти успели размножиться. Ну, кто так делает вообще? Ну, кто так делает, скажите мне? Кто вот этих элементарий разводит, а? Скажите. Просто нечестно. Ну, я этих петухов, конечно, подрежу. Дерзкие. Дерзкие. Хорош. Архангел и нынче, конечно. Так, берем армор. Доспехи регенерации. Мало того, что они не уступают стрелковым ближним. Нет, они такие же. Почти такие же. Плюс регенерация. Круто. Хорошо, что вернулись сюда. Зашли в... Ну... В тупиковое такое место, можно сказать, да? Я не буду даже тобой отстраиваться. Много чести. Все, наш герой благополучно возвращается. Так, мы пришли... Мы отсюда? Да, мы пришли отсюда. Были здесь. Сюда нам. Больше похоже на экшен. А-а-а, этот гад уже тут. Лат и чушь. Венец мудрости. Не помню, что дает. Есть магическая энергия. Но кипарик у нас круч. В два раза аккурат. Опа, здесь... Магия хаоса, алтарь, который... И фениксов, птиц можно нанять. Ну и чего? Это что, тупичок еще один? Я не вижу прохода. Там защиту можно тактическому навыку. Дезинтеграция. Не-не-не... У меня нет магии хаоса, извините. Кошачья реакция. Ну что, придется возвращаться. То есть, возвращаться сюда. И идти... О, это марбалет неплохой. А, это без штрафа. Серьезно, тут не пройти. Ну да, тут не пройти. Это мы уже взяли. По сути, мы возвращаемся. Можно было не идти сюда. Как выяснилось. Взяли замок. То есть, мы возвращаемся сейчас на север. Далее. Идем... Ну вот эту часть можно забрать. Все равно на обратном пути. Ну, как бы, разница небольшая. Это даже не крюк. Что за заклинание интересное? Антимаги. Полезное. Полезное. Очень новое заклинание. Опять в моей армии появилось какое-то отребье. Расстрелять. Даже убить двух этих не могут. Ну, баса. Ютуб запустился. Да, окей. Спасибо, Аспирант. Ну, тут... Тут реально... Какая тактика в героях? Забейте. Идешь героем одним, убиваешься. О-о-о-о! Шестой день, четвертая неделя, первый месяц. Это, видимо, скриптовая тема. Титул эльфийского короля требовал некоторого времени, чтобы привыкнуть к нему. Но в остальном моя жизнь не слишком изменилась. В отличие от человеческих народов, мы, эльфы, не возносим своих королей так высоко, чтобы не уподоблялись богам. По сути, эльфийский король — это всего лишь защитник народа, его слуга. Хотя эльфы и признают необходимым едино... необходимым единочалие в управлении народом. Мы также считаем, что каждый представитель этого народа должен иметь возможность высказаться. Ой, демократия пошла. Таким образом и возник эльфийский двор. Совет, видимо, они хотели сказать. Но пока со мной соколиха Шеэры, ветерок, ношение короны вызывает одну головную боль. Сегодня утром, как раз, когда я раздавал приказания войсковым командирам, ветерок сделало то, что делают все птицы прямо мне на плечо. Подозреваю, что она специально выбрала этот момент для наибольшего унижения. Не понял. Нельзя давать соколу так себя вести вообще. Поверьте мне. А то начнет потом рассказывать. Про червя. Помните вот эти вот темные? Поиграет в команде. Дадут ему пару фрагов. И все. Начнет гадить. Так, портал. Но мне интересует... Нет, длинный меч меня не интересует. Минотавров мы, конечно же, убьем. Только давайте я... Я не хотел брать этот навык с... Чтобы как раз мне не мешали нубасы в тиме. Как он разоплотняет. Так, ну, в результате мы обследовали всю северную часть. Более того, стелепортировались в пару отдаленных мест. Набрали пачку артефактов. И сейчас надо выбрать, куда двигаться дальше. Здесь тупик. Мне почему-то кажется, что надо двигаться на юг. Ровно туда, откуда приходили враги. Кажется, логичным. Поэтому я коней пою. Мы с наскока просто. С наскока. Забираем. Хотя там товарищ-то плотный. 27 уровня. Так, ладно. Прохладно. Что важно? Что важно? Как я могу себя бафнуть? А это что у нас? Берег природы, кстати, может зайти хорошо. Что-то он колдует. Опасно. Ну, что тут? Кто тут у нас? Что-то я вообще не чувствую. Я не чувствую ничего. Он там разбафывается. Ну, давай. Один урон. Кто со мной? Давай. Ты? Коней вызывает чудесных. Ты издеваешься? Это все? Это все, что ты можешь? Там заглянание было. Что это? Кто это был? Вот что это было? Кто-нибудь скажет? Какая-то там армия. Какой-то рогатый проиграл. Я вообще хз. Зато у него есть артефакты. Возьму бутылки. Остальное даже брать не хочется. Честное слово. Ну, это... Это... Кто это? Кто? Кто это? Отстроили хоть мне замок? Спасибо. Немножко отстроили. Ладно. Поехали дальше. Там еще пара замков можно отвоевать. Хотя в этом нет задачи. В этом нет задачи. О, я могу попробовать отомстить богомолам. Я же стал круче. Но их тоже стало больше. Не, я по-прежнему не готов, кажется. А, я же сейчас регенюсь, как царь. Разбафуемся просто. Давай. Ай. Нелогкий момент. Ничего не было, ничего не было. Ну, не успел разбафаться. Ну, с кем не бывает. Тяжелый день. Ах ты, пес. Ах ты, пес. Давай, духовная и каменная броня. Точно не убьют. Ай. Может, еще выживем, а? Тяжелый день. Тяжелый день. Тяжелый день. Тяжелый день. Меня сейчас просто сдует с моей удачей. Извините. Так, хорошо. Допустим, допустим. Не, я не хочу проходить мимо. Я возьму лучших воинов Это шесть тигров Шесть тигров будут служить мне верой и правдой Ровно один бой Тигров шесть И это не случайно Мы прячемся за могучие полосатые спины хвостатых друзей Натравливаем фас А сам потихонечку Потихонечку разбафываюсь В разные стороны разбегаюсь Ай, ай Ай, ай 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 Да что так больно-то, не? Может бутылка была какая Опять меня сейчас сожрут Тварь богатыря Да поздно уже Ну тигра убейте Не, ну че такое? Не, давайте тогда, раз они на тигров не купились Я попробую встать плотнее Хотя встанешь плотнее, там же сплэш конский Не, давай лучше сделаем следующим образом Да, вперед А что у нас с удачей, кстати? Мы не можем повысить ее Удача, кстати, нам может принести больше баф Позащитим Нет И все не так И все не то Да блин Я же должен как-то Может быть все-таки Может быть что-то есть Может что-то есть У меня такое Что Может быть Спротивление к магии А давай заранее Эликсиров бахнем Мы же можем? Кажется нет Можем У-у-у-у-у У-у-у Все пью Ап Эйти гроунок моих сели Природа Как насчет проверки еще оберега природы Выбранный отряд получает защиту от магии природы И приаметр рукопашный при отражении на 50% Кажется имба Кажется Было 140 где-то урона Когда нас в последний раз фениксы жарили 150 Или я что-то не то посмотрел Или одно из двух Не, поменьше Все нормально Осталось только пережить Пережить серию атак Оп Кажется не переживаю Блин Но я хочу эту стрелу Я не знаю что она делает Но убийца, понимаете Убийца Ладно, давай прям Прям заморочимся по бутылкам Богатырь Удачливость Нельзя так Не регион латы нужны точно Да Непонятно Здоровье наносимый урон Да не, мне нужно качество Качество хп повышать Для того, чтобы На регении И на этом я Ладно А это что такое Тоже природа Напрашивается берег природы Но что-то мне не нравится Ладно, давайте попробуем Заблочиться Хотя Как бы Все равно тут Все про И вроде как И духовную нужно И каменную нужно Ну что Спеем Да Нет Ну значит Не судьба мне пока Убийцей стать Давайте Ооо Стоп Тут Алибарда хорошая Хотя Мечик Наверное Палк Прокруче будет Алибарда хороша тем Что Кроме хороших статов Она же еще Ты через клетку Типа бьешь Юнитов То есть Не обязательно подходить Ты не получаешь Ты становишься Копейщиком По сути Тигры конечно Помешали мне Разделив Черная Алибарда Алибарда Анорлондо Да А этот Кстати Дарксоус Это Что-то знакомое Имбовая Кажется Была штука Такая А Подождите Алибарда Она же Из черного Рыцаря Выпадала Да По умолчанию Во втором Дарксоусе Когда первый раз Рыцаря Встречаешь Ты можешь Выбить Из него Как раз Алибарду Эту Классную Да Что-то у меня Какой-то Флэшбэк Дикий Там где еще Башня Такая Каменная Алибарда Стражника Короче Поможет ли нам Как-то Эта Алибарда Увеличивает На 25 Скорость На 2 Единицы Скорость На 2 Единицы Классная Штука Правда Она занимает Две руки Но увеличение Урона Ну давайте Попробуем С ней А здесь Что Здесь Ничего Угу В самом Начале Было Два Рыслей С которых Можно Было Ее Выбить Так Здесь По мне Этот не может Атаковать Заклинаниями Потому что У меня Стопроцентная Сопротивляемость Поэтому Давайте Сейчас посмотрим Как Алибарда Будет Работать Вон Оп Оп Как Регенится Армор Смотрите Просто Просто Реген И он Алибардой Раз Два Причем У него еще Предудар Появился Это кажется Тоже Способность Алибарды У меня же Нет Контрудара На старте Алибарда Видимо Такую Такую Штуку Дала Да Это Все Она Нет А Первый Удар Да Подавляет Способность А Подавляет Способность Противника Нанести Первый Удар Окей Так Собираем Я вижу Впереди Виднеется Еще один Замок Захожу К коням Передаю Привет Ограм Шаманам Ну тут Бедолаги Тоже Они не знают Зачем 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 Сюда Добавили С кем Они Вообще Сражаются Видите Первые Атакуют У нас Герои Благодаря Этому И Две Атаки А будет Ли Три Атаки Если Может Быть Кстати Не Не Должно Быть Хотя Теоретически Три Атаки Вы Делаете Просто За счет Зелий Стремительности Например Реген Реген Очень Тащит Просто Дикий Реген Оооо Рукопашный Бой Четвертого Дана Но Нет Второго Удара Но Мне Нужно Под Пятого Максимального Тогда Будет Вообще Космос Просто Х2 Урон В миле У тебя Возрастает Благодаря Этому Но Учитывая То Что Карта Здесь Далеко Еще Не Открыта Я думаю Что Мы Вполне Получим Еще Уровни Да И Деревья Наверняка Будут И Там Алтари Я Помню Циклопы Циклопы Чудики Ну что Здравствуйте Циклоп Конечно Дикий Но Все Нейтрализует Просто Армор Регенерации Конской Ну Это Чертова Имба И Первым Ударом Ой Какой Урон Хороший Уже У меня Милишный Урон Уже Больше Чем Чем Да Милишный Значительно Больше Чем Стрелковый Вот Так Вот Ну Может Быть Тогда Мне Пойти Навалять Навалять Тем Привет Антман Пока Я Недалеко Ушел Давайте Проверю Потому Что Мне Кажется Что Сейчас Мы Сможем Хотя Там Дело Не В Уроне Дело В Выставил Я Или Ну То То Есть Переживаю Я удар Или Не Переживаю Ладно Давай По крайней Мере Этих Попробуем Остановить Капец Капец У меня Феникс Прожарит Сейчас Но Уже Очень Близко Уже Очень Близко Тогда Я Знаете Что Сделаю Я Блин Опять Опять Начинается Этот Забег Что Я Сделаю Я Пойду Не Знаю Не Знаю Ну Давай Ладно Давай Все Таки Оберег Природы Раз И Может Ударить Их Разок Типа Чтобы Сход Пропустили Но Нет Эти Не Хватает Не Хватает Мне Они Прожигают Меня Салибарды Не Салибарды Прожигают Меня Гады Блин Запомнил Я Их Где-нибудь 40 Ну Хочешь Там Стрела Какая-то Лежит Убийцы Меня Она Тригерит Постоянно Ну Что У меня Все Стрелы Уже Есть Там Оглушающие Замедляющие Подрезающие Крылья Четвертой Стрелы Не Хватает Вот Реально У меня Фулл Хаус Точнее Три Короля Нужен Четвертый Он Раз Два А где Где Стоп Подожди У меня же Была Еще Одна Оглушающая Подрезающая А замедляющая А замедляющая В самом Арбалете Понимаете Как бы Все Есть Вот Сейчас Мы Замедлили Подрезали Только Не Оглушили Псих Он Просто Псих Богомолы Накидывают Типа Ты Двигаться Не Можешь Они Вяжут Противника Поскакал Опять Инвалид На Зебре Так Мы Захватываем Замок Легко Непринужденно Так Скоро Караваны Придут Ну Это Караванер Да Идет Я думаю Надо Сначала Левый Нижний Угол Проверять Потому Что Там Что Вроде Тупика Ну Угол Карты Есть Еще Один Замок О Разведочка Что Здесь Интересует Кроме Замка Кроме Замка Ну Палата Как Конечно Ключника Сапоги У нас Такие Уже Есть Давайте Захватим Кстати Я Сейчас Кое Что Проверю Привет Эр Босс И Беляков Становится Все больше И больше Они Конечно Временные Потому Что Цвет Теряют Но Тем Не Менее Приятно Видеть Новых Пользователей Так Захватили Замок Получили И Сразу Защеглили Наши Дружные Комьюнити Я Поставил Автобой Что Что Кто Это Такой Вообще Кто Слышь Что Не Давай Автобой Здесь Он Справился Молодец Магию Правда Потратил Давай Я тебе Там Два Скорости Победил Молодец Как Ты Проиграл Следующий Бой Там Же Нереально Проиграть Ты Че Ой 8 Драконов Э Хорош А Это Лорд Гарк Это Наш Квестовый Товарищ Господи Кто Ты Кто С Тобой А А А Ты Какая Ё Пар С Серьезно Драконы Волшебные Со мной Не трави Драконов Слышь На Вообще Тут много Народа Так Трисандра Нет У меня Бой Брысь Брысь Подождите Слушайте Это Ну Хорошая Новость В том Что Это Босс Правда Не Совсем Понятно Зачем Тут Еще Кусок Карты И Почему Мы К нему Добрались Без Сяких Палаток И Прочего Это Конечно Вызывает Вопросы А Я Я Жажду Мести Не Ну А Че Он Давай Посмотрим Ты Ж Сможешь Одним Героем Справиться Как И Хотел Да Ведь Что Тебе Для Этого Нужно Не Знаю Давай Сразу Сила Гиганта Что Массовый Блаз Пошел Пошел Тащить Дико Тащит Массовый Блаз Эй Че Так Больно Имораль У них Всех Слыш Подожди Подождите Подожди Неужели Мне Сейчас Возвращаться И Собирать Может Я Не Готов Может Я Пойду В Палаточку Я Его Запомнил Просто Приду После Да Там У него Несколько Героев Выскоуровневых А Рослые Солдаты Стоящие Здесь На Страже Объяснили Что Пропустят Только Элвина И Только После Того Как Лорд Гарк Будет Разбит Офигеть Вы Хитрецы Ну А Что Могу Сделать Что Мне По Заклинаниям Щит Хрень Зубучая Хрень Песнь Мира Хрень Ну Что У тебя Одни Самоны И Все У тебя Одни Самоны Отвар Богатыря Она Не верю Вообще В него Вот Этот Блэс 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 Хреновый Сразу По статам Я начинаю Просаживаться И Все Так Варианты Фонтанчик Есть На 20% Но это только здоровьем Может еще какие-то бафы Скорость бою 25% здоровья Тут Не Не Поможет Мне А что же Мне Поможет Что же Мне Поможет Что же Мне Поможет Попробовать Ушатать Вот эту Подругу До того Как Она Кастовала Блэс Может быть Уже Неплохо Блин Богомолы Самые Гадкие Вообще Из Из Этой Из Этой Партии Да Богомолы Проблемные Ну Почти Уже Почти То есть В целом Шатнуть Ту Подругу Мне Кажется Хорошей Идеи Сейчас Офеечек Возьму Еще Чисто Чтоб Был Блок И чтобы Я успел Раскастоваться Возможно Даже Немножко Пострелять Г3 Да Сейчас Убьем Подождите Это Даже Не Шесть Личей Это Даже Не Шесть Личей Подруга Минус Не Будет Больше Твоего Блесс Попробуем Окружить Но Тут Как-то Не Быстро Так а Че Так Больно Я Не Могу Понять Мне Бо Еще Пару Бутылок Жизни Вот Это Было Помогло Реально Помогло А Мне Кажется Или Богомолы Подзастряли Нет Показалось А Минус Мораль В целом Можно Попробовать Забиться В угол Но После Первого Хода В любом Случае А Че Ты Плотненько Не Встал А Плотненько Толку Нет Вставать Все Равно Природа Мать Наша А че Они Такие Жесткие Попробую Богомолу Поставить Пару Пару Этих Мне кажется Что надо Богомолу Пытаться Встанеть Замедление Но Не Подстанел Я А он Может Не Пройти Здесь Погоди Давай К тебе Сюда Отлично Ну Больно Э Слышишь И от этих Тоже Больно Ну Близко Встану Меня Все равно Пробьет Сразу Мне бы Найти Где Нибудь Бутылка Здоровья Вот Это Может Помочь Даже Одна Бутылка Здоровья Может Помочь Что Что за Лук Чушь Только Надо Будет Вернуться Не Давай Сделаем Следующим Образом Загрузимся Вот С этой Пока Я Еще Не Успел Только Нет Подожди Кам Во-первых Убиваем Так Ну Зачем Лишние Враги Дальше Бутылка Лечения Соответственно Потом Здоровье Потом Фейки И погнали Хотя Одной Бутылки Мне кажется Не хватит Там Мне нужно Запасаться Прям Основательно Типа Чтобы Там Ходов 20 Продержаться Убивая Отбиваясь От Да там Были Лавки По дороге Я мог Конечно Затариться Бутылками Кто же Знал Лечебный Взяли Давай Еще Опыта Вдруг Единорожки Тут Мы Их Наймем Это Будет Наверное Их не Шесть Пять Так Варианты Может Неподалеку Была Лавка Может Но Нет Дальше Иду За За Плюс ХП 20% Здоровья Дальше Феек Нанимаем После этого Сохраняем Ингру На ГГ3 Сплетимся Кое Как Так И Пробуем Дать Ему Еще Один Блин Бой Может Быть Предварительно Выпить Отвар Богатыря Откуда Такой Блок Интересный Почему Мы Не Можем Стрельнуть Очень Слабый Урон И Вот Он Блесс А Эти Ж Летают Подожди Я 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 Выстрел И Они Перестали Летать Не Ну Как Это Как Это Хреново Я Согласен Что Шансы Все Рано Такие Призрачные Крайне Мне Ее Отстрелить Ее Вот Реально Отстрелили Ладно Реально Сразу Полегло Огромное Количество Народу Че Дальше Вот Они Уже Пошли будут как бы лечебный отвар даже не близко каменный подойдет так лорд гарг так вот он меня озадачил там знаете я разрываюсь между нежеланием просто отстраиваться в замках думаю может быть можно как-то что-то но что мне может помочь миллион бутылок мне может помочь хорошо лавкам ближайшая лавка где я там у тебя была а в городе у нас нет лавки кстати гильдия следопытов это нет это не у них видимо так погодите давайте сбегаем на разведку вот сюда проверим кое-что проверим что у нас наверху в целом за конечно не заставляет никто его прямо сейчас убивать да но нужно понимать что он постоянно становится сильнее либо я начинаю уже параллельно отстраивать армию желательно не в одном замке либо я нахожу способ сравнительно близко быстрый чтобы усилить своего героя вот это уже лучше кстати 20-20 бафчик такой и может быть имеет смысл даже поменять алибардум ну чтобы щиток у нас был хотя он не сильно помогает ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Сейчас у нас урон не увеличился на 20 Но На мой взгляд это такая минорочка Просто минорочка Что еще? Ну меч-то ладно, хрен с ним 500 хп 150, 150 Мяу, мяу, мяу Да, уже наложено Можно защитника сделать Заклинание повышает значение ближней строковой атаки А, атаки Тогда уж оберег природы нужен Странно, что он Так работает нестабильно Ну, я не понимаю просто как он работает Ладно, здесь мы разлетаемся Убиваем по-любому так 52 Фиксируй, фиксируй Кони мои, кони разбегаются Ой, там плюс мораль у всех Вы издеваетесь? Ну что за люди, а? Где там природа? Да я не выжил 128 28 Неплохо Нано Так В целом эльфи-фигня Это тоже герой-фигня драконы тоже фигня может быть забиться в угол забиться и плакать чтобы выжить еще но выгадать еще какое-то время он тыкает меня ведь как но здесь мне мои же мешают ладно давай оберег природы природы оберег природы хорошо ударил сейчас богомол другого уход или не уход я думаю что не уход уже ой хорошо почти держимся лечебный покажется пока лечебный хочу выразить благодарность за великолепные вечера произвели проведенные блин сейчас подожди сейчас меня убивают сейчас проведенный за просмотром записи стримов посмотрел весь прогоны king's bounty 4 герой 5 великолепно засыпал под стримы неоднократно также хотел попросить до disciples 2 был челлендж я даже отменил потому что я его пропустил в детстве и чем мы выживаем или нет мы выживаем с большим с трудом кажется мне не выживаем или выживаем духовное кажется выживаем блин от создателей шести лечей живи нет живи сейчас мой ход до последний там нет короче на забиваться в угол потому что тогда меня будет атаковать не четверо 2 и все тогда будет ок там неправильное решение было easy скринть ой плохое начало было в угол забиваться реально 7 хп нет это просто показывается что 7 хп на самом деле не 7 так убиваем героя 1 сейчас в угол бежим ой конечно же ты тут все заблочишь гата серьезно заблочили все я не могу уйти давай вот сюда вот может этого хватит нужно лечебный к сожалению дальше уже порядок не держаться вроде не может подойти 3 еще это плохо более на какого хрена ну нет ну все у меня к сожалению бутылки уже нет на динамика отрицательные я не успел разбаваться еще ну криво встал надо вообще в угол встать надо в угол встать а мне там преградил ход этот дракон зачем порядок природа 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 блин возродите через о максим автозамены блин да что ж такое-то не хватит мне спамить тут рандом такой рандом да и он повторяется одинаковый надо что-то поменять в раскладке потому что он сейчас будет постоянно так делать сейчас несколько по-другому но все равно хреново раз два три я уже не выстою не выстою тут что ж такое он два урона богомолу нанесли он наносит последним ударом столько сколько у тебя одно показывает сколько у тебя здоровье сейчас плохие почему-то трав потому что сразу вот это вот ушатывание идет от дракона из-за морали и все и и хоть ты тресни надо видимо как-то поменяться не знаю местами сохраниться потому что один и тот же рандом идет вот опять у него плюс морали все вот сейчас нет да какая-то хитрость тут не да иди к черту ну ладно попробуем о я камешком не случайно не уйду уже никуда и не уйду блин там такой классный трайбл не знаю дракон полетел вперед вместо того чтобы стрелять и как мне добиться сейчас такого же раз-два и вот он стреляет давай распределим их зачем нам пучковаться тогда дворец ну в прошлый раз ты не распределялся ну ладно окей два распределимся вдруг им это нравится моя задача выдержать как можно больше ходов в целом правильно о замедление на драконов тоже кстати неплохо так теперь угол 1 попробуем подставить коняшка 2 коняшка 3 коняшка 4 ну такое сейчас будут он первый атаковать бы там еще богомол не наносил первый удар по мне как-то все очень очень сложно друзьям идет но боролище срабатывает ведь постоянно у него нам нужных юнитов я не знаю что делать у дракона мораль попробую подставить хотя если там мораль будет он не все равно пройдут вон опять мораль как за как дип как быть защита от природы и у всех мораль ну класс у всех мораль у всех мораль так может быть там есть способ поднять мораль может у меня что то есть на на мораль конечно тесть на мораль тебя есть замечательная кружка на мораль алло раз класс охренеть ну фиг знает берег природы можно не походить спасибо лечебный ну не хватит мне может хватит мне не хватит минус мораль просто как я зол как я зол реген нужен арбалет кстати не особо а какая разница ты все равно не стреляешь первый ход ну то есть тебя выхватает урона Не сдаваться рано или поздно Да, рано или поздно игра устанет И все Ладно Раз Ооо, сейчас другой рандом Мы попробуем развести побольше Немножечко, но лучше Немножечко Так, здесь я уже никуда не ухожу Ну, класс И я не могу Ну, если я переживу сейчас ход Под оберегом, то можно жить Ну, у них опять плюс мораль Нет, я пережил Лечебный, значит Какая грязь 6-9, 66 И у всех мораль Эти летят Понятно Так, как мне уйти? Мне нужно уйти таким образом, чтобы богомолы по мне не ударили Если богомолы по мне бьют, то все Я остаюсь в том месте, где остался Ну, конечно, ты сразу моралишься, тварь Что я делал? Что я делал? Что я делал? Я что-то менял Но я и так уже поменял Логическая энергия героя Все отрицательные эффекты заклинаний Оффхенда нет Ну, а зато алибарда есть Оффхенд мне не сильно помогает К сожалению Потому что 40% защиты армиям героя А героя самому он ничего не добавляет Ну, можем для разнообразия поставить Но Мне кажется Огненного урона там нет Ну, начало очень хорошее Очень хорошее начало Урон даже чуть побольше По каким-то причинам Я не знаю, каким Что делать? Лечебные раны А это я могу не пережить Блин Мораль все портит, блин Вот эти вот спонтанные удары от них Надо как-то разбежаться Я говорю, разбежаться надо как-то Ну, пожалуйста Пожалуйста, давайте вы без морали будете Постоянно одной и той же Мне нужно какой-нибудь сейв Чтобы прям все Прям все четенько было Уже лучше О, хороший сейв Ах ты ж, пес Берег природы мы делаем Переживу ход Может переживу Живи Тихо, стой Нет Ах ты Точно Сейчас бутылка И все Ах ты Там такое начало было Я уже разбафался Ну и, конечно, ты опять моралишься, тварь Дракон моралится Сейв не сейв, вообще плевать Оберег природы Ну, это вообще такое себе Давайте больше морали Богу морали Давайте, еще, еще Кто-то же Не успеваем Если бы у меня обычное лечение было Ой, слушайте А может мне попробовать порандомить лечение А? В мэджи гильде Ну, конечно, плюс мораль Может мне попробовать реально порандомить У меня же перевязка ран А я по уровню могу сдюжить нормальное лечение Могу же сдюжить? Ну, конечно Так может мы... Может у меня перевязка ран, она не очень хорошая Давай только автобой А, как его там А, как его там Га-га-га-га-га-га-га-гар-гар-р-рррртор Проиграл. Духовный, небесный, берег. Общее лечение. Да мне даже общее пойдет. Регенерация еще есть. Попробуем. Только нужно все равно. Мне еще этот сейв, который... Подождите, подождите, подождите. У меня же сейв без... Без здоровья. Погнали. Победил? Конечно. Уже победил, считаете? Тут без шансов. Какой, видимо, нет? Энтман, ты что? Ты что, уходил, что ли? Сплошное расстройство. Энтман, ты чего? Представляешь, я беру такой, встаю, ухожу. Говорит, Энтман, сиди, как бы ты тут. Просто сиди, жди. А я пошел. Что за дела? Что за безответственное отношение? К трансляции. Энтман. Я надеюсь, ты один такой. Кто просто берет и ливает. Не попрощавшись. Сегодня мы стали лагерем в заброшенной и выжженной деревне и поняли, что все, кто там жил, мертвы или давно бежали с этих мест. Я уже встречал подобное зрелище столько раз, что уж не знаю, отправится ли когда-нибудь Аранорн даже в случае моей победы. Не много-то у него шансов. За последние несколько недель я изучил доклады уцелевших воинов о победах Гарха, надеясь найти его слабость и не мог. Напротив, в каждом сражении он извлекал огромное преимущество из слабости противника, а в двух отдельных случаях превратил очевидные поражения в блестящие победы. Гарк снискал славу выдающегося полководца. И очень жаль, что он обратил свой талант против Аранорна. Он мог бы сослужить огромную службу нашему народу. Он мог бы даже стать великим королем. При всем моем уважении к Грамину, тот тоже успел проиграть Гарку один бой. В той битве Гарк воспользовался преимуществом, которое давало костное военное мышление Грамина, предугадав каждый его шаг и нанеся ему чувствительное поражение. Что же касается меня, то я не стратег, как вы могли заметить, и строю свои войска в лучшем случае полюбительски. И в этом мой очевидный недостаток. Этим ли воспользуется Гарк или у него на уме что-то еще? Эта мысль не позволяла мне уснуть. Как Гарк рассчитывает разгромить меня? Но, видите, мы немножко опережаем задумку авторов. Ну, к тому, что как бы... Ой, слушайте, я же сейчас только с элементарями должен уже победить его. Элементарий, жалко, не могу разделить. Только сейв, давай сделай прямо вот перед. Чувствую, не с первого раза ты его убьешь. Ай, это он. Что, как, компьютер? Скажи мне, как ты это сделал? Скажи. Скажи, как ты это сделал? Как? Автобоем. Просто. Автобоем. Комп, автобоем. Нет, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Я сохранились на другое. Автобоем. Это такое унижение. Я не могу. Я этого не вынесу просто. Нет, нет, нет. Я хочу сам. Наверняка за счет регенерации. За счет моего... Гениального, скажем так, решения, мягко говоря, да? Автобоем. Автобоем. Ладно. Раз. Автобоем, блин. Я сейчас проигрывать буду. Нет, давай сразу регенерацию. Не, подожди. Сначала давай сделаем оберег природы. Раз. Суки. О, смотрите, как компьютер выиграл. У него там 17 хитов. Это была такая эпичная борьба. Не, 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 не. Подождите. Я должен понять. Подождите. Ну, что вы начинаете? Это правильный ход. Ну, видимо, реген. Да нет, оберег природы же. Дайте подлечиться, а ну. Ну, ясно. Опять. Нет, дали подлечиться. Лечебный отвар. Дальше регенерацию надо бахнуть. А, не, подождите. Он без этого выиграл. Он без этого выиграл. Он без этого выиграл. Я не запомнил это заклинание. Ну, у меня такой же план, как и до этого. То есть, ну, никакой. Не, сейчас что-то хорошо все идет. Не знаю. Да, уже динамика положительная. Сейчас надо еще сделать какого-нибудь защитника. Ну, реген. Ну, в целом, шаблон тот же. Просто. А что еще можно сделать? Давай блесс. Ну, и лемов уже немного. Ну, он это сделал гораздо быстрее, чем я. Понимаете? Вот что обидно. Вот что обидно. Так, что там еще? Удар змеи есть. Хорошо. А, сила гиганта. Алло. Вот что надо было делать. 25-25. И урон, и количество здоровья. И сила с земли тоже. Змеи. Фортуна. Разбафываемся. Что, стрелы закончились? Удар змеи. Ну, все. Здесь уже можно атаковать с руки. Ой, герой подошел. Охренел, что ли? Такой идет. Не-не-не, герой рано. И желательно еще подрезы тут этих вот всех не подпускать. А есть список модов, которые ты стоил помимо... Где-то есть в клипах есть. Раз-два. Раз-два. А, эльф подошел. Дурачок. Ну все, мы уже разбафаны. Он нас не пробивает. Герой еле живой. А, кстати, скептикам передаю привет. Кто не верил в мою победу, откупиться за 40к? А, давай. Я знаю, всегда есть такие. Господи, как же он хорош, а? Как же герой хорош. Все, справились. Ну, после победы... После победы героя... Ладно, давай все, все бутылки бери. Да, все, бери. Ну, давайте наверх. Блин, как же компьютер меня унизил. Просто. Рослый солдат... А, слушайте, я текст не прочитал. Давайте я... А, я текст не прочитал. Я не прочитал текст. После того, как лорд Гарк будет разбит. А что тебе не нравится? А, он в другой замок сбежал? А, это я из этого... Собака. Подожди. Подожди. Нет. Компьютер. Есть, короче, дело. Погнали. Изи. Все было кончено. Я стоял один посреди луга. Истоптанного войсками. И нагнулся, чтобы распрямить полевой цветок. Что? Борющийся за свою жизнь. Какой ты хороший. Я то и дело поправлял меч на поясе. Там лежит просто толпень. Сотни тел. Короче, все в крики, стону, смерти. И он такой, цветочек полевой. Вот цветолюб. Я то и дело поправлял меч на поясе своим весом, причинявшим мне большие неудобства. Как мне не терпелось поскорее избавиться от этого оружия. Ой, все. И тут пара эльфийских воинов притащила на лужайку Гарка в сопровождении нескольких дюжин белых тигров. Моих лучших союзников во всем этом хаосе. Конечно, видели мы этих тигров. У Гарка не было никакой надежды на спасение. Я хотел, чтобы он знал, что все закончится здесь. В этом месте. Сорок тысяч. Немножко в планы вмешались, да? В результате. Но нет. Когда Гарка опустили на колени, мы глядели друг другу в лицо, держась за руки. Казалось, целую вечность. Его глаза потемнели и сузились от ненависти и злобы. Не только мы с Шерой переменились. Гарк был совершенно не похож на того эльфа, которого я помнил, который вывел наш народ, включая меня, в безопасное место во время расплаты. Я медленно вытащил свой меч. Значит, ты даже не дашь мне клинок? Так получается, усмехнулся Гарк. Мой кулак сжался, обнимая рукоять моего оружия. О, как бы я хотел вонзить его в сердце Гарка. Я представил себе Шерой Гарка, делящих ложек. О, да, это было, кстати. Я вспомнил о слезах Шерой, которые она пролила, ввиняя себя в предательстве нашей любви и замужестве с этим негодяем. Для нее было неважно, что она находилась под действием Чар. Он отнял у нее часть ее самой. И я вспомнил жизнь, унесенной войной, которую он развязал. Конечно, это он все убивал. Никто не осудит меня за его убийство. Многие, вроде Грамина, даже поблагодарят меня. Итак, почему я не смог этого сделать? Я отбросил меч в сторону и в этот момент увидел на лице Гарка понимающую ухсмешку. Я кинулся вперед, схватил его за горло и склонился вплотную к его лицу. Для тебя все кончено, сказал я, делая ударение на каждом слове. Что б ты со мной не сделал, ты всегда будешь знать, что я первым... А-а-а, что? Ничего б себе тут... Мать, ты понимаешь? Ты всегда будешь знать, что я первый обладал ею. Шаэра моя, сказал Гарк. Я стиснул его горло, пока его лицо не покраснело. Я мог бы... Нет, даже хотел выдавить из него жизнь. Какой мы текст могли пропустить, да? Шаэра никогда не была твоей, даже когда вы поженились, это было ложью. Все твои сладкие воспоминания, что это тоже ложь. Ее сердце никогда не прижало тебе, Гарк. Ты просто жалкий, безнадежный лжец, и тебе никогда не увидят Шаэру вновь. Я отпустил его, и он завалился на бок, хватая воздух ртом. Я сам не мог поверить в то, что я делаю. Ух! Это человек, который прокрошил просто две трети карты только что. Я собирался оставить этого негодяя в живых, но когда я глянул вниз на Гарка, то понял, что устал от убийств. И я сказал в последний раз, все кончено, Гарк, кончено, понял? Я приказал стражу отвезти его в тюрьму. Внезапно мне отчаянно захотелось оказаться рядом с Шаэрой. Ух, на взводе такой. Что за стрела? Создание атакованных героев, нарастание будет отравлено, потом действует отравленный. А это что такое? Щит добавляет защите армии. Ну, такое. Что ж. Продал свою любовь за 40. Я не знал, что так работает. К концу четвертой кампании я только понял. Итак, нас пропустили. Красная палатка ключника. Телепорт. Синяя палатка ключника. Телепорт. А, и у нас будет выбор, красная пилюля или синяя. То есть, я реально сейчас могу вернуться к Шаэре? А, я забыл какую пилюлю выбрать надо. Так, ребята. Ну, то есть, помните вот эта вот непонятная штука из серии? Я прибуду. Короче, если паруса на моем корабле будут синие, то все пропало. Если красный, то все хорошо. Или наоборот. И вот я не помню как. Не подсказывайте, сейчас будем разруливать. Ё-п-р-э-с-э-ты. К чему вот все вот эти вот темы? Синие, красные. Победа. Победа. Ты что, серьезно? Какая-то дама с поляной меня тут... Ты что? Ты что? Ты что, ты что? Ты жгарку убил. Может там маны не хватало этим уже? Да нет. Мана есть. Мана, мана. Ладно, давайте я наконец-то покажу, что такое скилл. Ой, 13 драконов. Ой-ой. Ладно, дракону стреляй просто. Что это такое? О, Кузьми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, 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 подожди. Мяу-мяу. Звучие мне нужны пески. Я должен здесь все просто загадить. Что драконы уже с подрезанными этими. А-а-а-а. Что-то нехорошо. Так, не, придется уже воевать. Духовная броня. Что-то драконы не собранные какие-то. Оберег природы. Ну, а что здесь? Сложно было, что ли? А, все, увидел. Увидел проблему, увидел проблему. Увидел проблему, увидел, увидел. 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 Лечебный не тратим. Да, тут с конями нужно просто расправиться и все. Это не сложно. Не спешим мы как-то к шайре, да? А можно убрать вот эту ответку неправильную? Хотя ответку фейки не снимают, я слышал. Куда ты спрятался вообще? Иди сюда, достану тебя там. Перестреливаемся с великим магом. Там раскастовывается что-то. Дофига у нее 900 хитов. Ничего себе, жемчужина природы. Да вон она там прям. Так, а есть что-нибудь такое, что тебя немножечко... Ну, типа диспола, нет? А, я знаю. Не, не феникс. Блин, петуха вызвал. Зачем? Он тоже умеет, видишь? Ладно, у нее заканчивается... Мана. А у меня-то нет. Ну, я не понял, как здесь комп проиграл. А комп не понял, как я так долго не выигрывал в тот раз. Что-то она мутит вообще. То туда пришла, то сюда пришла. На-ка. Погнали. Я тут главный. Открывайте ворот. Мой замок. Забыли, что я здесь жил. 1400. Офигеть, какой урон. Дракон по статам просто мальчик. Без героя юниты вообще не могут справиться с драконом. Вот с этим, с героем. Так, хорошо. Попили, да? Нет, корыто. Да, корыто. Поскакали. Мощь переполняет нас. Я не знаю, зачем еще. Надо только вспомнить запаруса. Так, а что там в матрице было? Так, ладно. Красную. Красную. Мне кажется, красная это не та. Давай откроем. Да, сейчас, сейчас, сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Шаэра, я плыву к тебе. Прошло два месяца с тех пор, как я видел Шаэру или получал от нее весточку. Уходя, я попросил ее не писать мне писем. Одно из наших преимуществ заключалось в том, что Гарк не знал, где она и совет старейших. И я не хотели, чтобы он перехватил послание. Поэтому ночью я сидел в своем шатре, жалея, что у меня нет зеркала истинной любви со светлым образом. А, Шаэра. Хоть что-то напоминал. Понятненько, в шатре там с зеркалом. Молодец. Элвин приплыл под красными парусами. Шаэра, увидев их, горько зарыдала. Последний раз ее видели, когда она сбиралась на утес над висающим. Нет, я тут запылил. Еще раз. Элвин приплыл под красными парусами. И Шаэра, увидев их на горизонте, горько зарыдала. Вот зачем придумывать эти вот темы, которые в последний раз ее видели, когда она взбиралась на утес. На нависавший над стылым озером. Все. Что касается Элвина, то ему никогда не оправиться от этой утраты. Он сложил себе корону эльфийского короля, ушел в самый глухой лес, куда не ступала нога эльфа. Иные говорят, что он до сих пор живет там, среди тигров, волков и никогда не улыбается. О, неплохо. Игра я здесь протроллила. Так. Погоди, родная. Я сейчас все исправлю. Я подумал, что как бы слишком очевидно. Синяя палаточка рядом, а красной нет. И тут... Ребята, готовимся. И я плыву к ней. Я плыву. Она с утеса не прыгает. Нормально все. А я плыву к ней. Долго плыву. Не дождавшись, пока корабль пришвартует, я спрыгнул на причал и помчался к берегу. Минотат и остальной совет старейшин ждали меня. Мое сердце оборвалось, когда я заметил, что с ними нет шаэры. Элвин, мой мальчик, ты жив? Окликнул меня протос. Где Шера? А? Едва увидев красные паруса, она бросит... Ах ты тролль! Внимательно! Это один и тот же сейф. Офигеть, как они продумали. То есть, я не поплыл до скриптовой сцены. То есть, она типа меня не увидела. Едва увидев красные паруса, она бросилась из моего дома, вся в слезах. Она сказала, что ты мертв. Я не мог ее остановить, и мы со старейшинами пришли сюда, ожидая самого худшего. Когда это было? Нетерпеливо сказала я. С часа или больше? Ну почему? В чем дело, мой мальчик? Спросил мой Натат, но у меня уже не было времени объяснять. Пробежав мимо своего бывшего учителя, я вскочил на первую попавшуюся лошадь и поскакал к скалам, но в душе я чувствовал, что опоздал. Как я и боялся, Шера увидела красный парусай и решила, что я погиб. Не в силах вынести мою смерть и мысли о том, что снова станет пленницей Гарка, она решила броситься вниз с ближайшего утеса. Слезы покатились у меня по щекам, когда я осознал, что часа более чем достаточно, чтобы добраться до утесов. Шера была мертва. Офигеть, если ты не сейвишься, то... А я специально засейвился. Вообще, царь, царь. Ну давай, игра, сейчас не смей меня Шера убивать, у меня планы на нее. Офигеть, представляете, как продумано? Даже если ты не доплыл, вернулся, поплыл, она увидела его все равно. Так. Я плыву. Я плыву. Что, блин? Я подошел к утесу и остановился. Шера нигде не было видно. Она была мертва, я был в этом уверен. Мне следовало предусмотреть, что Гарк попробует нанести удар даже из неволи. Если я остался на палубе, то увидел бы, как команда меняет паруса. Она погибла, и в том моя вина. И тогда я принял решение. Я спешился и направился к краю утеса. Пронизывающий ветер дул мне в лицо, обжигая залитые слезами щеки. Я не обращал внимания, недолго мне осталось мерзнуть. Скоро я буду с Шереной всегда. Может, наконец, мы будем счастливы. И тут я услышал негромкий напев, без слов. Ай, нанэ, нанэ. Его едва доносило до меня ветром, и если бы не тот внезапный порыв, я мог бы и вовсе не услышать его. Печальная песня доносилась откуда-то из скал. Я обернулся и пошел в том направлении, лелея в себе последнюю надежду. Она стояла и держала у груди зеркало истинной любви. Слезы падали на мое лицо в зеркале. Она пела о своем горе, небу, озеру и всему миру. «Шаэра!» — крикнул я. Она обернулась и широко распахнула глаза. «Ну, паруса!» — воскликнула она. «К черту, паруса!» — я победил. «Шаэра» бросилась в мои объятия и прижалась крепче, чем когда-либо. Мы плакали и смеялись одновременно, и мне казалось, что я никогда ее не выпущу. И это так. Я никогда ее не отпущу. Наконец-то все кончилось. И мы были вместе. Ой, музыка там такая классная. Я не могу. Многие оспаривали мудрость решения Элвина сохранить жизнь Гарку. А что, если он сбежит? Он снова мог бы ввергнуть Аранорн в братоубийственную войну. В стране все еще слишком много эльфов, питающих тайную любовь к нему, невзирая на все его деяния. Озвучка такая классная. Я просто надеюсь, что все они ошибаются. И что Элвин никогда не раскается в своем милосердии. Круто. Интересно только, что было в той части карты. Ну, все было по плану, на самом деле. Я взял одного героя и пропылесосил просто все на своем пути. С Гарком получилась небольшая заминка. Согласен. Согласен. С Компом как-то это неловко вышло. Но потом все-таки закончилось благополучно. Четвертая кампания подошла к концу. Осталось две. Я не знаю, буду ли я их играть. Вот видите, галочки проставлены. Первая, вторая, третья, четвертая. Еще пятая, шестая. Но в любом случае не сегодня. Хорошо, что вы закончили четвертую кампанию. Меньше будет вопросов. И история оказалась с таким счастливым концом, как и должна была. Спасибо вам большое, что смотрели. Завтра у нас суббота. А в субботу... А в субботу... Я, скорее всего, начну трансляцию пораньше. Часов это в два-три. И мы будем либо с вами смотреть Варкрафт, либо стартанем Икском. Вот. Такой план. Ориентировочно на завтра. Благодарю вас за то, что смотрели. Весело провели эти пару часов. Покажи хотя бы вступление. Ах, вы какие! Ну ладно, давайте посмотрим. Что за следующая кампания? А мы это слушали уже. Нормально. Это не про меня. Паук. Нормально живет. Взятие Витроса, потеря Голдота Полумертвого. Они называли меня Упырем. Нормальное название. Надо кампанию это пройти. Это про нас, кампашка, ребята. Про каждого третьего в чате. Они называли меня Упырем. И пожирателем детей. Надо придумать голос для Упыря будет. Ой, музыка еще. Это кларнет играет, да? Или гобой, или кларнет, что ли? Что-то такое. Ой, как. Ладно, все. До завтра, до завтра. Они называли меня Упырем. Осталось. Осталось. Продолжение следует...